ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственной Думе заявили о необходимости строже наказывать неплательщиков штрафов по линии ГИБДД. Конкретика пока не озвучивается, но по мнению парламентариев, существующих мер в виде ареста или обязательных работ явно недостаточно. Кроме того, считают народные избранники, дорожные камеры должны быть настроены и на выявление должников по штрафам. Информацию о них надо оперативно передавать ближайшим нарядам ДПС. ТРАССА СТО ОДИН Самый большой риск попасть в ДТП характерен для водителей старше 65 лет. Такими данными поделился научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Между тем, наибольшим числом аварий со смертельным исходом отличается другая категория шоферов в возрасте от 30 до 40 лет. С точки зрения водительского стажа, максимально опасной группой признаны граждане, которые получали права 30 и более лет назад. ТРАССА СТО ОДИН В России возобновились продажи нового Ниссан Патрол. Внедорожники привозят к нам по схеме параллельного импорта. Речь идет о шестом поколении Патрол, выпущенном в 2022 году. Цены на автомобиль начинаются почти от 7 миллионов рублей. Максимальная комплектация обойдется примерно в 9,5 миллионов. Что касается моторов, то в линейке есть как бензиновые, так и дизельные агрегаты объемом от 4 литров. В списке опций значатся камеры кругового обзора, кресла с функцией запоминания, адаптивные фары и так далее. ТРАССА СТО ОДИН Житель Новосибирска отсудил за неисправный автомобиль в 5 раз больше его стоимости. Подержанная Шкода Фабия с ценником 400 тысяч рублей начала барахлить сразу после покупки. Новый собственник вскоре выяснил, что нужно менять двигатель. Продавец, юридическое лицо пошел в отказ, требуя доплатить еще немалую сумму. Судебное разбирательство по этому делу длилось полтора года. Итог, обманутый покупатель получил компенсацию более чем в 2 миллиона рублей. ТРАССА СТО ОДИН Эксперты назвали марки автомобилей, продажи которых в середине осени в России упали практически до нуля, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. Сильнее всех пострадали продавцы коммерческих моделей Volkswagen, всего один проданный в октябре автомобиль. 99-процентным падением отметились дилеры Lexus и Volvo. Замкнули тройку лидеров с показателем 98% представители брендов Toyota, Mitsubishi и Land Rover. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова